Хей! Как дела, друзья? С вами Морская Свинья, и это, наверное, уже конец вообще нашего прохождения в Альгалу, и, наверное, последняя серия, в которой мы будем проходить Анну Дэма. Посмотрим, что это такое. Я думаю, это про нашего персонажа-призрака Анну, про которого мы ничего, кстати, и не узнали во всю игру, за всю игру нашу. Ооооо, эх, вообще никого. Но, по крайней мере, псов тоже нет. И вот тут они должны появиться, словно в дешевой комедии. Видимо, не в этот раз. К слову о пса, где Джилла черти носит? Скучаешь? А-а-а! Прости, разбудила? Я не спала, мои глаза были открыты. Ты ведь училась в колледже, значит, должна понимать, что открытые глаза еще ничего не значат. Не волнуйся, я тебя не винию, и днавненько не было таких нудных вечеров. Кажется, в последний раз такое было еще до того, как ты начала тут работать. Правда? Ага, еще при Роберте. А кто это? А он был первым работником у нас. В один прекрасный день этот дуралик купил зелье элитации и сигнал с крыши. О, как. И, как оказалось, то зелье сработало. Что, прости? Он стал подниматься все выше и выше, а вот опуститься уже не мог. Потом его тело обнаружили размазанным по носу самолета, летавшего в каньеванию. Но не суть. Взяла и так непринужденно сменила тему. Тогда у нас не было ни единого клиента, даже узнать дорогу никто не заходил, как вдруг заявляется один паренек. По виду сразу было понятно, что он несовершеннолетний, но мне было ужасно скучно, поэтому я не стала его выгонять. Но мешал ему бескарматриновый коктейль. Сама понимаешь, одно дело обслужить, совсем другое налить спиртное. Но когда пришло время платить счет, до него дошло, что денег у него не хватает. Иногда, например, он волк на голову завопил, что он привидение попытался слиять. Но я ему вломила так, что он буквально вылетел отсюда и крикнула ему вслед, что привидения должны чувствовать боль. Босс, ты что, правда ударила малолетнего пацана? Да, конечно же нет, просто предупредила на будущее и заставила вымыть пару тарелок. Как-то вообще мало подумать, что я могу ударить невинное унию на дитя, а ты ранишь меня в самое сердце. Так или иначе, не унывая, рано или поздно кто-нибудь дозаявится. Очень надеюсь на это. Минуточку, я тут кое-что вспомнила. Разве зарплатным листом Джилл мне записано, как Роберт? Не-е-е. Ну, хотя бы пару минут убили. Так, даже не знаю, перебрать бокалы, что ли. Мм, у нас есть бокал в виде шляпы? Эм, есть кто-нибудь? А, прошу прощения, а, си... Блин. Все в порядке? Я в порядке, да. Добро пожаловать в Валегалу, что будете заказывать? Эм, что-то не так? А вам точно уже можно пить? Учитывая, что мне точно уже можно есть, не вижу проблем с питьем. Ты же понимаешь, что я не-не-не, это имела в виду. Да-да, я достаточно взрослая, чтобы пить спиртное. Вообще говоря, мне не так давно 21 стукнуло. Все еще не веришь? Доказать? Я, наверное, не досыпаю в последнее время, что ли? Ощущение, как будто это все уже происходило. Не волнуйся, не надо. Что тебе налить? Я, пожалуй, буду сахарный прилив. Хорошо, сейчас. Но мы просто не будем наливать ей спиртное, и все. Спасибо. Погоди-ка, в нем же нет алкоголя, так ведь? Ага. Все-таки думаешь, что я несовершеннолетняя? Ага. Скажу тебе, что я уже достаточно взрослая, чтобы завеременеть. Да, жаль, что здесь это не имеет значения. Фух. С другой стороны, это даже хорошо. То есть, не надо меня недооценивать. Ты правда считаешь, что я выгляжу так молодо? Да, я считаю, но не настолько, чтобы принять за несовершеннолетнюю. Тогда почему ты не дала мне спиртное? Лицо у тебя такое захотелось поглумиться над тобой. Поглумиться над клиентом, всегда ты так? Только если я достаточно уверена, что они нормально это воспримут. И все-таки, что тебя злит в том, что мне кажется, что ты слишком молодо выглядишь? Ну, это... Я это к чему? Малолетки единственные, кто не хочет, чтобы их принимали за малолеток. Но, по правде говоря, ты все равно выглядишь старше, чем 95% наших завсегдатаев. Получается, что ты наливалась тем, кто выглядит лет на 13, что ли? Ага. Ладно, сделаем проще. Паспорт свой покажи, Палараш, пожалуйста. Конечно, сейчас Анна Грам. Похоже, все в порядке, мисс Анна Грам. Анна Грам. Где я могла уже слышать это имя? Мы вообще этого нигде не слышали, кроме вот... Ну, было написано, что ее зовут Анна. Все. То есть до этого я не знаю ее фамилии. Ну, давай, приятного я шутка, которую я бы еще не слышала. Я вежливо откажусь. Да нет, я серьезно. Давай, все вещи думают, что это слишком легко, поэтому даже не пытаются. И все же я вежливо откажусь. Зануда. Что ж, и как же вас зовут, мисс Бармен? Меня? Мы имя-то узнала, я теперь пора бы узнать твое. Разумно, меня зовут Джилл. И все? Просто Джилл. Да, я поняла, она полностью-то как. Просто из-за меня, Джилл. Ладно, для себя я представлю, что Джилл это Джоанна и Гнася Лоурен Лаан. Даже, пожалуйста, сокращу это Джо. Ради бога. Скажи, Джо, тут всегда так безлюдно? Джо, значит. Но сегодня никого не было, то есть совсем никого. Вообще, я рада, что ты пришла, мне уже становилось просто адски скучно. В смысле, не то, чтобы обычно от поселителей было не продохнуть. Но сегодня даже для нас как-то безлюдно. Надо понимать, что это не очень-то популярное место. У нас есть постоянные клиенты, но все же мы не на главной улице стоим. Но все-таки мне тут нравится. Тут уютно, не знаю, здесь я чувствую себя в безопасности. Странно, в смысле я тоже ощущаю подобное. Но обычно у людей это место создаёт геометрально противоположное впечатление. Однако, глупо их судить за это. Все-таки район здесь далеко не самый спокойный. А жаль, мне очень нравится то, каким удивленным кажется это место. Здесь не слышно городского шума, и это так приятно. Но, возможно, все от того, что мне доводилось быть отрезан от внешнего мира, может, это всего лишь ностальгия. Ностальгия, значит. Кстати, хотела узнать. Почему ты не попросила показать паспорт, когда я зашла сюда? Ты ведь что-то подозревала? Ну, во-первых, не было скучно? Заметно. А во-вторых, я чувствовала, что все на самом деле в порядке. Эм, как это? К нам нередко загляют детишки, думая, что смогут заказать выпивку. Но они ведут себя неестественно, слишком дёрганые. Безусловно, такими никогда не наливаю. Они сами не понимают, с чем связываются. А если приходят более уверенные в себе, но всё равно несовершеннолетние? Если они, по крайней мере, выглядят достаточно взрослыми, то, думаю, я переживу это в свою оплошность. Конечно, если я узнаю, что передо мной ещё ребёнок, то ничего, он не получит. Но ведь любого можно обмануть. То есть я вела себя достаточно естественно? Ага. Ясненько. Слушай, Джорас, вопрос о том, что я легально могу пить, снять, не нальёшь мне ещё чего-нибудь. Что будешь? Что-нибудь сладкое. Сладкое, разумеется. Я люблю всем наливать пианистку. Хе-хе-хе. Один. Один сладкий коктейль. Спасибо. Знаешь, если бы все напитки были такими, боюсь, я бы спилась. Не шури так, пожалуйста. Почему тебя это смущает? Ты же бармен. Ни один бармен не хочет, чтобы его клиенты намилили с алкоголиками. Так же, как и личные тренеры в залах, не хотят, чтобы их подопечные подсаживались на стероиды. Да, думаю, ты права. Но кажется, всё-таки вкусно. Слушай, Джо, а ты сама-то пьёшь? Ну да, было бы странно, если бы бармен не пил, не находишь? Не знаю, я видела зубных врачей с плохими зубами, так что бармен дрезвенник не кажется мне чем-то из ряда вон выходящим. Да ну, это глупость. Это как если бы в шеф-поуэр веган открыл стейк-хаус. Думаешь? Ну да, то есть дело даже не в том, можешь ли ты есть или пить то, что ты готовишь. Тут скорее зачем делать то, что тебе не нравится? А, да, верно, наверное. Врачу может нравиться его дела, хоть забы у него самые плохие, но зачем идти в бармен, если не переносишь алкоголь? Вот видишь. Хм, что-то не так. Я только сейчас поняла, что ты еще ни разу не обратилась ко мне по имени. Я не что? Край момент, когда вслух прочитала имя в паспорт, которое ни разу еще бы больше не принесла, внесла. В то же время тебе твой гейн звалок в тучу раз. Ага, причем неверная. Но у меня нужды не было его предносить. Ну уже повесели меня, скажи мое имя. Зачем? Скажи мое имя, скажи мое имя, скажи мое имя. Ах, Анна. И еще раз, Анна. Анна. Отлично, еще разок. Анна. Вот опять, может мне уже к врачу обратиться? И снова ощущение, будто я уже видела раньше, как кого-то так же глючит. Ах, ну тебя. Почему ты хотела, чтобы я его произнесла? Я люблю, когда люди обращаются ко мне по имени. Это так лично, одновременно так загадочно. Да, но чтобы вот так заставлять его произносить, это несколько... Чудно? Жутко? Ну, не знаю. Блин, музыка прикольная, но я не могу посмотреть, что это за музыка играет. В моей жизни был кое-кто, кто будил меня по утрам, обращаясь ко мне по имени. Имя ведь так важно, когда ты знаешь, как кого-то зовут, расстояние между вами исчезает в миг. Или, да, имена к каким-то вещам, и ты начнешь их воспринимать, как членов семьи. Ну и что такого, если это может показаться жутковатым? Ну ведь приятно же. Тогда прекрати назвать меня Джо и зови по имени. Слушай, Анна, могу и тебя спросить кое о чем? Конечно, ты же взяла меня по имени. Насчет твоей руки. А что такое? А, да, у меня же нет одной. У меня же нет... Да. Это после злого жутко тебя передернуло? В общем-то, я хотела спросить про нее. С самого начала. Вот же, хоть на секунду можно тебя заставить почувствовать себя неуютно? Я-то стараюсь, стараюсь. Так что насчет руки? Хочешь знать, как я ее лишилась? Если это не что-то слишком личное? Да нет, вообще-то я даже горжусь той историей. А почему? Перед тобой гордо восседает человек, переживший отторжение на машин. Правда, мне казалось, что его обнаруживают еще в состоянии зародыша? И да, и нет. На самом деле, существует две разновидности синдрома отторжения. Первый, самый распространенный, его, как обычно, раз обнаруживают у зародышей. Тогда их и превращает в кота-бумерах. Другой тип может проявиться в подростковые годы. Такое случается очень редко, но все же случается. Значит, твоя рука... Грубо говоря, синдром заставляет твое тело атаковать самого себя. Ткань начинает рваться, органы отказывать. Мне еще повезло, в итоге мне лишь отрезали руку и раскулачила ступню. Раскулачила ступню, зашло, да? Типа я осталась без пальцев на ней. Ну, так вот. У меня есть искусственная рука, но сейчас она на техобслуживании. А, ясно. Странно, конечно, без нее. Я прямо чувствую, будто она на месте. Буквально пару часов назад надалась зять ей кое-что. Я была полностью уверена, что делают что-то их рукой. Ну, неважно, не против себя я еще закажу. И потом мы можем продолжить разговор о моей культяпке. Эм, окей. Что будешь пить? Да, пробуем что-нибудь изысканное. Ведь было бы странно оказаться в баре и не загнать что-нибудь этакое. Блин, вот эти музыки, вот эта музыка классная. Почему я никогда ее не слышала? Вот бы всегда игра сама мне вот музыку включала, потому что я иногда не находила ее. Выглядит довольно дорого, меня уже начинает терзать сомнения. Просто попробуй. Хе-хе, голова начинает плыть. Приятно. Приятно. А то, я столько времени провела в больнице, всем таком. Знаешь, теперь я просто могу жить своей жизнью. Хочу чувствовать хорошее и чувствовать плохое. А не чтобы меня заставляли тихонечко сидеть в карантинной комнатушке. Да, я тебя понимаю. Подожди-ка, в карантине? Пациент со вторым видом отторжения помещает в специальные палаты, в которых нету на машинах частиц в воздухе. Чтобы пациенты не могли вдохнуть, усугивив тем самым свое положение. Но должна признать, в этом месте у меня остались не только плохие воспоминания. То есть, конечно же, я там целых три или четыре года провела. Правда? Так долго? Но у меня не стали проводить лечение на генном уровне, поэтому это заняло больше времени, а стоило намного меньше. Но грех жаловаться, я все-таки выжила благодаря всему этому. Плюс у меня осталось достаточно приятных воспоминаний. Так вот что ты имела в виду подобно ностальгией по беззеленным местам. Ага. Ты в порядке? Да, все хорошо, только голова немного кружится. Слушай, Джо, если я закажу два напитка, ты выпьешь со мной? Что, прости? Честно говоря, от всех этих разговоров привлечение все такое мне стало немного одиноко. Прости, если тебе это запрещено, но я должна была спросить. Это определенно не то, что я обычно практикую, но... А какого черта, почему бы и нет? Правда? Ура! Отлично, тогда я хочу пианист и пианистку. На подходе. Да, коктейли. Какой хочешь, предсчитаешь мужчина или женщина? На самом деле меня устраивает любой вариант. Ну ладно, тогда я выбираю женщину. Будем здоровы. Так, ладно, это уже странно. Я сказала, будем здоровы. А, да, будем. О, да. Эх, ты в порядке? Эй, Джо, как думаешь, почему плохие вещи случаются? Внезапный вопрос, к чему это ты? Как ты думаешь, если Бог существует, то почему плохое все равно происходит? Философское настроение наклоннуло. Типа того. Ммм. Мне вспоминается один разговор еще в колледже, тогда мой одногруппник сказал, что мы слишком многого хотим от Бога. Как это? Ну, представь себе мир, в котором вообще ничего плохого не происходит. Ну, тогда ты начнешь считать плохим то, что не будет лучше, чем в прошлый раз. А если ты живешь в таком мире, в котором каждый раз все становится только лучше, ты уже начнешь прошлое считать плохим. Ммм, чего? Ну, скажем, вот есть у тебя шоколадка. Люблю шоколадки. Все любят. Кроме моей мамы. Тогда она редкий случай. И пиццу он тоже не любит. Она вообще человек. Прости, я в том смысле... Черт, о чем я говорила? О шоколаде. Точно. Если есть только хороший шоколад, то четко похоже на вкус будет казаться отвратительным. Ага, могу себе представить. А если с каждым новым разом он будет становиться все вкуснее, то все прошлые шоколадки начнут казаться ужасными. О, точно, теперь я понимаю. Так что вот, иногда плохое это всего лишь вопрос восприятия. Все равно это не правда плохие вещи. Тут же смерть, например. Ммм, не знаю, возможно мы просто слишком озабочены мелочами, чтобы видеть картину целиком. Может быть смерть привлечет за собой что-то важное в будущем. Или если реинкарнат существует, то это может означать, что эта личность понравилась где-то в другом месте. Может мир вообще существует не так, как мы думаем. Люди просто не могут этого понять своим ограниченным разумом. Не знаю, я всего лишь бармен. Если уж до кого и спрашивать о метафизической природе смерти, то уж точно не меня. Эх, иногда мне кажется, что бог просто засранец. Наградил тяжелой болезни, позволил выжить, но отнялся особенно для меня человека. Эм, рассказать в смысле про особенного? Я пойму, по ходу дела, ты продолжать, и определенно нужно выпустить пар. А, ну хорошо. Только я чувствую, что бог не знает, как будут эдакие патажные писатели, которым нравится мучить своих персонажей. Я нахожу свое утешение в этой версии, потому что произведу случай, и начинаю ожидать от жизни только худшего. А что, если ты смотришь на это не с того ракурса? Как это? Обычно у главных героев есть какая-то трагическая предыстория, о которой мы с самого начала не знаем. Что-то такое, что позволяет им двигаться вперед, дает стимул продираться сквозь сюжет. Возможно, твой сюжет еще даже не начался. Хотя, может, ты просто еще проживаешь свою предысторию? Кто знает, что ждет тебя в будущем. Хех. Было бы неплохо, всяко лучше, чем моя прошлая точка зрения. Да, мне определенно нравится. Теперь буду думать именно так. Сегодня кончается введение и начинается первонова в моей жизни. Вот это правильный настрой. Спасибо, Джо, теперь я чувствую себя чуть лучше. Я всегда здесь, если тебе нужно будет выговориться. Рада это слышать. Ну, мне пора, пока, Джо. Пригоди к тому еще. Обязательно. Что ж, займет правильное время. А, это ты, Бесс? Что-то не так? Я как раз хотела спросить тебя то же самое. А? Ты целый час проговорилась сама с собой. Нет, у нас был посетитель. Ее звали Анна. Здесь никого не было. Вообще, я шла сказать тебе, что мы закрываемся. Вот ты такая стоишь и болтаешь с пустотой. Очень так задушевно, причем. Не может быть такого. Она же платила за выпивку. Касса говорит, что деньги шли с твоего счета. Да, да. Я вот и заметила, кстати, что у нас деньги не тут. Хотя я выбираю самые дорогие напитки, как обычно. По своей схеме. Но все коктейли, которые я подала... Вот коктейлями ты подразумеваешь вот эту лужу, по которому кому-то и уж точно не умею, мне придется убирать. Но я ведь... Джилл, ты меня беспокоишь? С тобой точно все хорошо? Не хватало мне только очередного струня, который бы говорил сам собой. Да в порядке, я просто... Здесь точно больше никого не было. Я даже камеру проверила. Все это время ты была тут одна. Может, ты устала? Наверное, просто очень оживлено говорила во сне. Да, может. Пойдем, я подброшу тебя домой. Возможно, весь и больше надо хорошенько отдохнуть. Ага. Блин, да что же это было? И что, это все получается? Может, появилось что-нибудь? О! Что-то еще появилось. Смотрите, начать. 1 января. Может быть, сейчас она расскажет нам все? Кшш! Лунка, оставь Гэби в покое. Пусть спит. С Новым Годом! Я говорю, с Новым Годом! Хе-хе. Я сказала, сно... Я тебя еще в первый раз услышала. О, это Гэби. Хе-хе-хе. Это, то есть, уже после нашего вечеринки. Так ответила бы сразу. Зачем издеваться-то? Ты вломилась в мой дом и еще жалуешься? Я не вламывалась. Я здесь просто возникла. А значит, ломилась. Чтобы вломиться, мне нужно было бы проделать где-то вход в свой дом, а я тут просто появилась. И как же ты это сделала? Ой, надо же, ты со мной теперь слух разговариваешь. Не уходи от ответа. Я рада, что ты не продолжаешь изображать из себя телепата. Но телепат-то из нас двоих ты. Но я не умею читать мысли. Впрочем, я умею читать буквы. Нет, я к тому, что не умею читать мысли, так что я... Ай, забудь. Так зачем ты здесь? Хотела пожелать тебе счастливого Нового года. То есть, тебе было просто скучно? То, что мне скучно, не имеет никакого отношения к моему желанию пожелать тебе счастливых праздников. И все же помогает тебе справиться со скукой. Не могу отрицать. И все же ты заслуживаешь поздравлений, Джо. Ты закрыла старую главу своей жизни и стала мудрее. Это всегда заслуживает похвалы. И вообще, давай выпьем за это. Не бросит ли я его возьму пиво? Вообще-то против, не хочу потом отмывать его от пола. Но ты ведь не знаешь, что с пивом именно так и будет. Поверь мне, я знаю точно. Но как же тост? Давай просто остановимся на том, что ты за меня рада. Ладно, ладно. О, привет, киска. Кстати, Алунг тебя видит? Офиг их кошек знает. Она может видеть меня, а может просто уставиться на облачко пыли на месте меня. Джо, а давай сыграем? Во что? Правда или правда? В смысле, правда или вызов? Нет, не думаю, что мне не имеет смысла бросать вызов. Мы просто будем задавать друг другу вопросы и отвечать обязательно правду. У тебя даже появится драгоценная возможность выбора реплики в диалоге. Разве не замечательно? Ооо, что-то будет? Просто мысли вслух, не обращай внимания. Точнее, она типа ломает стену. Типа, что будет? Она так спросила. Ладно. Ты обещаешь, что не будешь врать? Я никогда не вру. Ладно, давай сыграем. Отлично, ты начинаешь. Хм. Что-то такое, сколько правды в твоей истории. Просто вот, что это вообще такое? Милая девчонка. Я не эту миловиду. Но я из католической семьи, хотя сама не религиозна. И не эту тоже. А еще я лезвую, и мне очень нравятся девушки. Да, мне стало раньше понять, что ты не воспримешься. Это вопрос серьез. Ага, но что если у меня просто нет других ответов? То есть, есть вещи, которые я знаю о себе. Но то, почему я вот такая, какая есть, к ним не относится. Я выписалась из больницы, потом меня чем-то сбило, и вот. Почему я сейчас в таком состоянии? Самое хотелось бы знать. Прости, если я показалась грубой. Ты так же очаровательна, как всегда, Джо. То есть, получается, она призрак, которого сбила машина. Ладно, моя очередь. Тебе нравится твоя начальница? Нравится? Нет, а про то, что она тебе нравится? Ммм. Представь, что в твоем на романтическом ужине атмосфера подходящая. Ты бы сказала, что любишь ее? Ну, атмосфера накаляется. Мы вдвоем в комнате обнаженной. Вы займетесь любовью? Эм. Но откуда тут такая неуверенность? Потому что ты застал меня врасплох. Нет, дело не в этом. Джо, тебе правда не нравится твоя начальница в этом смысле? Ну да. Хорошо, теперь представим, что тебе выдался шанс заняться любовью с блондинницами сиськами и с Витери. Постарайся не упустить его. Ну и куда в этот раз делась вся твоя зажатость? Не могу поверить, что тебя просто подростково влюблено в своего босса. Ну это не... Она тебе нравится, ты ее любишь, но тормозишь, когда дело доходит до... В общем, понятно. Ты восхищаешься ею и хочешь, чтобы она была с тобой, но дальше не идешь. Да, это называется дружба. На почве подростковой течки. Ладно, давай перейдем к следующему вопросу, пока ты еще держишься. Почему только я могу тебя видеть? Давайте вот это. Мне кажется, это, знаете, очевидный вопрос, она опять отшутится. Давайте что-нибудь поинтереснее, может быть, она расскажет какую-нибудь историю. Ты жалеешь о чем-нибудь? Разве каждый из нас не жалеет о чем-то? Ну, может быть, что-нибудь конкретное у тебя есть на примете? То, что ты реально хочешь исправить? Моя мать. Отец ушел от нас, и когда я умерла, я очень не успокоилась из-за того, что оставила ее одну. К счастью, встретила Бекки. Эх, правда, тогда Бекки боялась, что ее присутствие может сделать моей маме еще больнее. Думаю, мне стоит благодарить тебя за то, что поговорила с ней. Она наладила свои отношения с моей мамой. Мать Ланет тоже смогла закрыть эту главу в своей жизни. И все благодаря тебе? Мелочи. И все же, с Бекки рядом с мамой я даже не могла больше ничего такого придумать. С какой Бекки? Подождите, мы с Бекки какой-то разговаривали? Почему я не помню, кем Бекки? Все остальное вполне необычные косяки. Шрам, с которым мы все растем дальше. Просто то, чего мы не можем исправить. Слушай, Джоа, ты тогда наврала этой Гэби? По поводу... По поводу того, что будешь всегда с ней, чтобы с ней не случилось там все такое. Нет, не врала. Она спит, в любом случае не может меня слышать. Так что может быть со мной откровенно. Ладно, скажите ее правду. М-м-м. Только между нами. Я нисколько не соврала. Ха. Все время, что я провела с Ленор, я также была и с Гэби. Ленор воспитывала ее практически в одиночку, поэтому Бэй Гэби всегда была с нами. Мы вместе играли, вместе читали, вместе смотрели телек. Не знаю, она всегда была как младшая сестра или как дочь. И когда Гэби пришла впервые в бар, меня больше всего нравила ее ненависть ко мне. Когда кто-то, кого ты любишь, вдруг начинает ее ненавидеть, причем за дело, это всегда больно. Так что да, с чего я вдруг должна брать ей об этом. Я рада, что слышишь от тебя, правда? Она милая, она вырастет славной девушкой. А ее сестра тоже была миленькая. Ленор была очень своеобразна. Значит, я должна увидеть ее собственными глазами. Еще вопросы? Ты подглядываешь за мной, у тебя есть хобби. Какая ты? Я даже не знаю, доча какая-то. Так, что ты любишь? Девушек, парни противные. Не могу сказать, что это неправильный ответ, но я не об этом хотела слышать. То есть, что я люблю вообще? Ага. Ну, люблю пиццу с горой грибочков. Люблю чулки, которые идут на самые бедра. Люблю длинные волосы, хотя сама ношу короткую прическу. Люблю маленьких зверушек, хотя огромных зверей люблю еще больше. И меня прям вообще прет в цветочных духов. Не люблю набитых зверей, как бы странно это ни звучало. Люблю высоких девушек, чтобы как минимум выше меня. Еще мне нравится запах свежих с кожаной травы. Урчание кошечки люблю. Люблю смеяться, смешить людей. И, конечно же, ты мне нравишься, иначе бы меня тут не было. Исчерпывающий список. Кстати, тебе нравится то, что ты видишь. Что, прости? Тебе нравится то, что ты видишь перед собой, если бы ты увидела меня на улице и бы ко мне подкатила? Вот в этом сомневаюсь. Врешь, я же вижу. Я бы не стала врать. Врушка, я же секси. Я этого и не отрицаю, я же говорю, что я не подкатила его. Почему? Для начала я не из тех, кто клеится к незнакомцам на улице. Не говоря уже о том, чтобы клеиться к девчонке в долбанной метроске. Будто бы ты... Понятно. Ты к тому, что... Я к чему угодно, что можешь скрываться под этой фразой. Ладно, давай перефразирую. У меня бы получилось сделать так, чтобы ты устаивалась на меня столь сильно, что я не смогла бы отвести взгляд. Да, довольна? Очень. Нет, серьезно, так счастлива, что разрешуете вас спросить еще что-нибудь. Ладно, дозеваешь. Я-то уже никак не могла от тебя наскучить, так что, наверное, тебе просто уже пора спать. А что, оставлю тебя в покое на сегодня? Слушай, Анна. Ну, типа, тебя тоже с Новым годом. Если ты хочешь завалиться ко мне домой, то мне действительно бывает здесь скучно временами. Да, вот. Ты назвала мне по имени. Хотя, если подумать, не стоит. Я принимаю это предложение и зайду как-нибудь поиздеваться над тобой еще немножечко. А впрочем, я бы зашеладь даже, если бы ты ничего не сказала. Ох, божечки. Джо, а можешь открыть мне дверь? Просто исчезни так же, как и появилась. Ну, пожалуйста, повесели меня. Ладно. Пожалуйста. Спасибо. Пока, Джо. Береги себя. Может, мне стоит бросить пить? А ты сейчас пила? Немножко. Может, давайте попробуем другие вопросы задать? Может быть... Может быть, что-нибудь новое будет? Так, давайте. Сколько правды в твоей истории? Скажи, какая часть рассказа на тобой истории правды? Несмотря что за историю ты имеешь в виду. То, что ты рассказывала пару недель назад, когда впервые зашла в бар. Ты рассказывала про больницу, сколько сказано тобой было правды. А как ты думаешь? Это не ответ. Я могу сказать, что это была правда от начала до конца, но это также может быть ложью. Правда зависит либо от фактов, либо от доверия. И учитывая, что вопрос подразумевает отсутствие какого-либо доверия, остается полагаться на факты. И я полагаю, что ты знаешь достаточно фактов, чтобы сформировать собственное мнение о том, что из этой истории правда. Ты мне правда нравишься, Джо, но твой недоверие ранит меня в самое сердце. Просто задавай уже свой вопрос. Чем ты будешь заниматься, когда бар закроется? Я присматриваюсь к другому бару, о котором мне босс рассказывала. Налековато, но добраться можно. Позволь мне перефрактировать вопрос. Ты собираешься до конца своей жизни пробыть барменом? Это твое призвание? Не знаю. Закрытие бара это шанс для тебя взять жизнь в свои руки и заняться тем, чем ты хочешь. У тебя есть какая-нибудь мечта, к которой ты хотела бы устремиться? Не знаю. И тебя это не знание не беспокоит? Нет, все путем. То есть как? Все, о чем я в жизни жалею, выявилось именно из таких переживаний. Но я поняла, что нестись куда-то без цели еще хуже. И потом для меня все нормально складывается, пока я решаю проблемы по мере их появления. Так что этим курсом я и буду идти, пока не пойму, чем в итоге я хочу заниматься. Ты ведь понимаешь, что это выслушивает тебя, стараясь. А вот твоя напуская расходитель, из него что-нибудь выльется. Да и пофиг. Теперь я у тебя спрашиваю, да? Ага. А... У нас был, да, такой вопрос? Знаешь, других призраков. Мне кажется, у нас такого не было. Так, а ты когда-нибудь встречала еще кого-нибудь, кто в таком состоянии, как и ты? В каком таком состоянии? В состоянии призрака? Ну и не призрак. Полтергейст, бес, холера. Ты поняла, о чем я? Ну зачем ругаешься? Вообще, я много дикоминых вещей повидала в своем нынешнем положении. Например, та странная штуконина, которая постоянно появляется у меня в поле зрения, летает повсюду и время от времени пытается потрогать меня в самых интересных листах. Но именно таких, как я, нет, не встречала пока. Хотя, учитывая, что я даже не знаю, почему я вот такая. Кто знает, может, уже встречала кого-то, просто не замечала за ними чего-то необычного. Есть один чувак, который мог бы показываться чем-то похожим, но... Нет, ладно, никого такого не знаю. Ты ведь понимаешь, как напрягает, когда ты разбрасываешься такими незначными фразочками? То были просто мысли вслух, не обращая внимания. Ладно, давай сменим тему. Чем я решила заняться в новом году? Ничем. Ну, это неправильно, все же дают себе много дней обещания, это традиция. Это единственное, что напоминает людям о желании стать лучше. И даже если они ничего для этого не сделают, то будет хотя бы просто говорить о своих мечтах. Главное ведь желание и стремление. Ага, но мне в голову ничего не приходит. Может, сбросить лишний вес? У меня все в порядке с этим. Бросить курить? Ни за что. Больше общаться с родителями? Этого и так хватает. Заставить свою кошку сбросить вес? Она... А неплохая идея. Я все целы против. Эм, что? Черт. Ты что, только что ничего не делала? Ты сейчас говорила, будто бы от лица своей кошки? Неа. Дааа. Молчать. Ладно, ты зеваешь. Ну все, видите, тут как-то... Быстро закончился наш разговор. Я сейчас попробую еще раз. Так, давайте. Почему только я могу тебя видеть? Хорошо, почему только я тебя вижу? Не будь такой наивной, ты не единственная. Просто у тебя нет знакомых среди тех, кто может меня видит. И все же почему? Сама не знаю, почему так. Впрочем, у меня есть одна теория. Может, меня видят только те люди, для которых я сама хочу быть видимой? Как это? Когда я зашла в бар, впервые я тебя увидела и заметила, что ты милая. Возможно, я просто так сильно захотела, чтобы ты меня увидела, что так в итоге и случилось. Честно говоря, мне было сложно скрывать свое удивление по этому поводу. Я пыталась сделать так, чтобы некоторые люди меня не видели, но похоже, что ты меня только сдерживала. То есть ты силой мысли все это делаешь? Это лишь теория, у меня нет твердых оснований, чтобы говорить, что именно так оно и есть. Впрочем, Бет меня тоже видит, так что... А кто это, Бет? Очень милая девчушка. Кстати, о милых девчушках, что такого крутого в твоем боссе? В смысле? Почему ты так от нее упрешься? Эм, ну она такая сильная, понимаешь? Не только физически, но и морально. Настойчивая, надежная, харизматичная, с ним весело. Она обладает всеми теми качествами, которых я лишена, с ней ты чувствуешь себя в безопасности. Разве по ней этого не видно? Думаю, я недостачу с ней общалась. Божечка, ты прям завелась, я смотрю. Наверное. Смотрите, а теперь я не могу сказать, что ты любишь. Ты подглядываешь за мной? Давайте ты подглядываешь за мной. Ладно, давай покончим с этим. Сейчас ты спрочешь, смотрю ли я, как ты мастурбируешь. А ты смотришь, как я... Что? Рано или поздно этот вопрос обязательно возникнет в твоей голове. И ответ. Ответ. Пауза для пущего саспенса. Просто ответь. Нет. Отвечай давай. Я как раз ответила, что я не смотрю, как ты мастурбируешь. Вот как. Ты что, удивлена? То есть, после всего, что тут происходило, обсуждалась, ты еще спрашиваешь? Я же понимаю, что такое личное пространство человека. Неужели я произошу настолько плохое впечатление? Есть четкая грань между дружеским стебом и углублением. Впрочем, я бы не отказалась от самой идеи поглядеть с тобой. Это должно мне льстить? На твое усмотрение. Хотя я удивлена, что ты мне веришь. В какой-то момент я просто сдалась и перестала искать обман в твоих словах. А ты внезапно не стала шутить о том, как ты наблюдаешь за мной, пока я сама себя углажаю. Что наводит на мысль, что это такой момент, о котором ты не стала бы шутить и, соответственно, врать? Ты долго размышляла об этом, не так ли? Возможно. Что ж, спрашиваю еще кое-что в том же русле. Предположим, что тебе выдалось, возможно, заняться любовью с кем угодно, с кем хочешь. Только одна ночь, после которой у тебя все тело будет сводить. Кого бы ты выбрала? Босса? Я думаю. Сисястую блондиночку? Помолчи секундочку. Это не загадка сфинкса, Джо. Думаю, я бы выбрала... Ты когда-нибудь слышала об актрисе по имени Глория? Твою же мать. Ты тоже? Что? Я очень долго фонотела с Глорией. Она такая талантливая актриса и как личность очень гранатичная. Но что еще важнее, она просто невероятно сексуальна. Даже сейчас, так что хвала Всевышнему, что она не увяла, как большинство актрис. И все же я удивлена, что из всех это выбрала именно ее. Просто раз я могу выбрать кого угодно, значит могу и кого-то незнакомым выбрать. Пока что. Пока что что? Откуда ты знаешь, что не познакомишься с ней в сковорном времени? Действительно, я ведь с Поп Дивой недавно познакомилась, так что все может быть. Ладно, ты зеваешь. Ну все. Нам осталось спросить про хобби. Ну и вот, нам осталось только спросить, у тебя есть хобби? А у тебя было какое-нибудь хобби? Не переходи на прошедшее время. У тебя есть какое-нибудь хобби? Ну, когда у меня еще было тело, я любила настольные игры. Да, ну? Да, типа когда ты кого-нибудь валишь на стол, раздвигаешь ей ноги и... Довольно странно, с вас в игры в монополию. На что не пойдешь в эти аллеи Афины? Ну, единственное, что мне по-настоящему нравилось это розыгрыши. По крайней мере, из-за того, что я ее помню. Да ладно. Так забавно наблюдается реакция людей. Подстава, обман, истравливание. Это целое искусство. Ага. Конечно же, у меня были некоторые границы. Если я знаю, что могу довести человека до слез, то ни в коем случае не буду его разыгрывать. Или если розыгрыш может быть опасным для жизни. И слишком многие могут доставить неприятности, то... Такой розыгрыш тоже в сторону. Звучит довольно разумно. Конечно, розыгрыша хорошо, только если шутник сам получит от них удовольствие. В противном случае, это просто хулиганство. А ты жалеешь им какой-либо из своих шуток? В начальной школе я спрятала пчелу в людзаке одного мальчика, а он оказался аллергиям. Ничего страшного не случилось, но... Да, я сожалею. Так, моя очередь. Как прошла вечеринка? Я была занята. Ты занята? Да, а что, у меня не может быть своих дел? Ну, я застала тот важный разговор и историю про гурец. Ну, это так. Заскочила в перерыве между делом. А сейчас это еще один перерыв? Нет, это заслуженный отдых. Рада за тебя. А вечеринка была веселой. Не адовый угар, конечно, а так, душевно, в общем. Еда, выпивка, друзья, пара псов. Босс чуть не спалила бар к чертям своими совершенно нелегальными фейерверками. Джилл привела свою девушку, и я все еще не могла приветствовать, как им она оказалась. Дорти тоже привела своих знакомых. Хорошие ребята, разве что излишне броские. Мы с Альмой. Что? Вы что? Да ничего, просто я поняла, как приятно договориться, сновать, что у меня есть друзья. Да, сейчас бы с апрелями фразочками из кина выражаться. Подождите, она не сказала в итоге, кто девушка этого Джилла была, блин. И все же оно так и есть. Тогда я впервые почувствовала, что дружба, она существует. Что есть люди, которым я доверяю, есть люди, которые доверяют мне. Люди вне моей семьи, о которых я могу заботиться. Это такое замечательное чувство. Вы истинно пошлейшие фразочки из мелодрам. Кстати, а меня ты считаешь другом, Джо? Возможно, поживем и увидим. Хе-хе. Не, ну серьезно, чем я там с блондин... С блондиносийскими занимались? Фоткались. Скука. Голенькие фоткались? Нет. Еще более скучная скука. Ладно, следующий вопрос. Ты так и будешь бесить меня? Как долго ты собираешься? Они у тебя весьма привлекательны, но начало бы все-таки с других мест. А ты вообще в состоянии физически что-то сделал в данном направлении? Было бы интересно это выяснить, не порадовали? Ты докучаешь, вместе бьешься, возникаешь на ровном месте. Ты так и будешь продолжать это делать? Я могу ответить тебе, но сначала ты ответишь мне на один вопрос. Какой? Ты ненавидишь меня, Джо? Ты вроде уже третий раз это спрашиваешь, да? Наверное, я просто до сих пор не услышала достаточно ясного ответа. Из-за тебя я вылила на пол несколько коктейлей, которые потом вычли из моей зарплаты. Ты что, все еще дуешься из-за этого? Мне тогда очень хотелось кари, но твоя выходка оставила меня без денег. А еще из-за твоих шуток я слишком часто выглядела дурой, не говоря уже о том, что само твое существование дает мне немало поводов сомниться в своей докладности. Если ты просто галлюцинация, значит я скажу с ума, а это не очень хорошо. А если нет, то это открывает передо мной совершенно новый ряд проблем. Если ты призрак, то ученым есть о чем задуматься. А если ты что-то еще, то что? Как? Почему? Зачем? Какой хер вообще? А еще ты видишь во всем намеки и зачастую можешь быть чересчур пошлой. Продолжай. Но у меня нет повода тебя ненавидеть. Твое победение не отличается от многих других завседатаев нашего бара. Да и говорит с тобой весело, в довольно извращенном смысле, правда. Мне не кажется, что ты себя так вела из вредности, ты милая. Так что нет, я ненавижу тебя. Хорошо, теперь я отвечу на твой вопрос. Да, я буду и дальше над тобой издеваться. Может тогда хотя бы являться мне только здесь, а не в баре? Но ведь тогда я не смогу издеваться над тобой в полной мере, не так ли? Рада слышишь, что ты ненавидишь меня. С тобой весело, я бы расстроилась, если бы так сильно раздражала тебя. Но все же испытывать судьбу не стоит. Ладно, ты зеваешь. В общем, понятно. Ребят, ребят, что-то пошло новое. Правда, это такая странная штука. Мы просто сделали все эти выборы. Появилось это. Она имеет свойство меняться в ходе выяснения новых фактов. Так, и что это? Это, видимо, Анна. На косылях. Но что, если самая факт вдруг изменится? Что, если факт кто-то поделает? Ты веришь источнику, который излагает эти факты? Что, если эта вера не дает тебе узнать правду? Правда и доверие всегда тесно связаны. И держа эту мысль в голове, я хочу дать тебе один совет. С этого момента, если ты хочешь узнать правду, ты должна довериться мне. Увидимся. Что-то там. Трес Алисиас. Я не поняла, что это значит. Понятно. Ну, мне кажется, что это задел на новую часть. Ну, видимо, это какой-то спойлер. Я не знаю. Ну, или продолжение какое-то будет с этой Анной. В Нирване, например, возможно. Ведь будет еще часть Нирваны в 2020 году или 2022, я уже не помню. Но в каком-то там далеком еще году. Ну, как далеком? 2020 уже следующий. Ну, в общем, на данный момент это все, что есть на Вальгалу. Есть еще, конечно, концовки другие. Но я не хочу их проходить. Потому что мне придется заново игру проходить. Ну, то есть там есть плохая концовка, где нас выселяют. Это вот плохая концовка. Какая-то еще есть концовка. Я вообще не поняла, она хорошая или плохая. Но у нас нормальная концовка. Нас не выселили. Мы с Гэби живем. И с Альмой. И все нормально. Я довольна этой концовкой. Напишите, как вам вообще вся Вальгала. Понравилась ли она вам? Понравилось ли вам прохождение этой игры? Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. С вами была Марская Свинья. Увидимся в следующих играх. Всем удачи, хорошего настроения. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok